Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Луки, глава 8, 49-56 стих. Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему, «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Якова, и отца девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней. Но он сказал, «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил, «Девица, встань!» и возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем толковании. Он скрывал большую часть своих дел, быть может, по причине зависти иудеев, чтобы возжигаемые завистью они не были повинны осуждению. Подобным образом должны поступать и мы, если кто завидует нам. Мы не должны обнаруживать пред ним наши совершенства, чтобы, поражая его онами, не возбудить в нем больше зависти и не ввести в грех. Но должны, сколь возможно, стараться скрывать их от него. Когда Господь сказал, что девица не умрела, но спит и смерть назвал сном, поскольку имел воскресить умершую, как бы от сна возбудить, то слышавшиеся засмеялись над ним, что допустил он за тем, что допустил он за тем, чтобы чудо было больше чудом, чтобы впоследствии не могли сказать, что девица не умерла, но спала. Для сего он устроил так, что прежде осмеяли его за слова не умерла, но спит, чтобы заградить уста желающих клеветать. Ибо смерть девицы так была явно, что засмеялись над ним. Когда он сказал, что она не умерла, Господь всех... Нет, когда он сказал, что она не умерла, точка. Когда он сказал, что она не умерла, Господь всех выслал вон, быть может, с тем, чтобы нас научить не любить славы и ничего не делать, но показ. А может быть, и с тем, чтобы внушить, что имеющий совершить чудо не должен быть среди многих, но должен находиться в уединении и быть свободным от всяких беспокойств со стороны других. И возвратился дух от раковицы. От раковицы. От раковицы. Ибо Господь не новую внес душу, но повелел возвратиться той самой, которая отлетела от тела, приказал подать ей поесть для большего уверения и доказательства того, что она действительно воскресла. Чего можешь, Василий, для себя взять с прочитанного? Чему учить нас? Не быть горделивым, заносчивым. Не быть горделивым, заносчивым. Если есть у тебя дары чудотворений, то не можешь... Совершать их в уединении или угодно? Мало людей. Не на показ. Не на показ. А как называют тех людей, которые делают добрые дела на показ? Ну, как их называют? Не знаешь. Как назвать людей, которые хотят, чтобы о них все говорили хорошо? Гордецами? Нет. Называют лицемеры. Лицемерие. Это когда человек хочет, чтобы все о нем думали хорошо. А внутри он не таков, как он есть на самом деле. Лицемер. То есть он добрые дела делает на показ, чтобы скрыть свои злые дела. И чтобы все думали, что он хороший. На самом деле он злодей. А Господь учит нас, что надо добрые дела делать не на показ. Пусть твоя правая рука, делающая добро, когда левая делает добро, пусть правая рука даже не знает об этом. Так и здесь Господь исцелил эту девицу, но удалил всех, понимаешь. Он так бы, допустим, другой бы злодей бы на его месте призвал бы весь город, как экстракенсы. Сейчас я сотворю чудо исцеления. По телевизору бы всех бы собрал бы. Прессу, газеты, журналистов. Нет, делаешь добро, делай его скромно, тихо, не на показ. Еще что здесь можем взять для себя, что тебе запомнилось. Но Иисус, услышав это, сказал Ему, не бойся, только веруй, и спасена будет. Кому это Он сказал? О ком вчера считали? Кто его просил? Отец. Отец, да. Как его звали? Як. Нет, Яир. Яир, начальник синагоги. И Он боялся, что дочь при смерти его больна, и что умрет. Но любому отцу хочется, чтобы дочь его желала здравия, и не болела, и долго, и счастлива. И что Ему Иисус ответил на просьбу на эту, чтобы он дочь ее исцелил? С Невой, Невой, это только веру. Да, и спасена будет. Вот и нам нужно тоже не бояться и веровать. И будем спасены. Какие бы тяжкие грехи мы не сотворил человек, милость Божья готова все покрыть. А которые люди боятся и не веруют, что Господь силен их помиловать. Кто это? Кто эти люди? Какой это грех? Грех, когда человек не верит в то, что Бог его может простить. Как этот грех называется? Грех отчаяния. То есть человек отчаялся, что все, я столько много натворил, что нет мне прощения и буду творить злые дела дальше. Все равно Господь меня не простит. было у тебя это такое? Был. Грех отчаяния. Что ты что-то такое натворил и было. в этом грехе тоже надо на исповеди покаялся, отчаялся. То есть ты представил Бога таким жестоким, деспотом, тираном, которому только и надо, что грешников в ад сталкивать. А Господь наш не такой. Бог есть любовь. То есть он настолько любовь его велика, что он готов простить совершенно любой грех. Ну кроме греха самоубийства, потому что в этом грехе человек не может уже принести покаяние. И сатана всевает в сердце человека вот это грех отчаяния, Бог злой, Бог тебя не простит, на исповедь не ходи, грехи не называй, продолжает дальше грешить. И в конечном итоге душа такого человека пойдет в ад за то, что он поверил дьяволу и не поверил Богу. А Бог говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. То есть обремененные грехами, трудящиеся и никак не могущие одержать победу над этими грехами. Своими силами невозможно избавиться от греха. Согласен с этим, Василий. Бесы изгоняются только молитвою и постом. Молишь Бога о помощи избавиться, но и сам, как говорится, на Бога надейся, но сам не плашай, но и сам возьми пост. Смиряй, порабощай, тело мое апостол Павел говорит часто в посте и молитве. А те, кто не постится и говорят, что как ты все время говоришь, не грех вовнутрь, да, грех изнутри, ничего там страшного. Бог сказал, что входит в уста не оскверняет его. Бог же это сказал. Но он это сказал для того, чтобы мы не постились или для чего-то другого? входящее все чисто, а выходящее зло. Ну, а что такое выходящее? Злые мысли, злые злые пожелания. Ну, а как оно? Ну, ты помыслил зло, оно в тебе. А как оно может выйти из тебя? Делами. Делами. То есть, сначала позавидовал, а потом Каина Авеля взял и убил. Ну, вот почему Господь так сделал, что всех позволил насмеяться над собой, что когда сказал, что девица не умерла, она спит. для большего убеждения, что это он всемогущий. чтобы не подумали, что он фокус какой-то сотворил, что она не мертвая была, она действительно была мертва. И то, что над ним смеялись, над его словами, что она не мертва, но спит, это и подтверждает, что она действительно была мертвая. Ты веришь, что Христос воскрес? Верю. Ты веришь, что она, он вот эту дочь воскресил из мертвых? Верю. А ты веришь, что он и тебя воскресит? Верю. А ты веришь, что он тебя в свое царство возьмет? Для этого надо большое усилие, большой труд. Но если ты этот труд совершишь, веришь, что он верен к Иисусу. То есть он воскресит тебя и дарует тебе Царство Небесное при условии, что из твоей стороны последует, во-первых, вера, во-вторых, дела, подтверждающие твою веру. А кто говорит, что веру это дело не имеет, тот лицемер и льго и льго и льго и лентярии. Вот. А ты вот когда не мылся, то от тебя пахло и почему ты не мылся? По своей лене. По своей лене. И вот в писании сказано ленивый подобен чему? Воловьему по мёту. Воловьему по мёту. И вот что общего между тобой ленивым и воловьем по мёту? Ты вот ленивый не мылся. От тебя что исходил нехороший? Зловоние. Зловоние. И от лепёшки от воловьи тоже неприятно то она особо пахнет. Хотя мне в деревне нравится. не так это совсем другое сравнилось. Вот. Что совсем другое? Ну жизнь в деревне да но если бы вот там же люди моются за собой себя обихаживают скотина отдельно понятно да городов раньше не было деревни были да поэтому от лентяя есть такое стихотворение руки шофера пахнут чем руки шофера да пахнут бензином ну а дальше не знаешь это стихотворение нет маслом машином пусть пропахли руки дождём бензином никак ну это песня такая есть это я тоже стихотворение не помню но то что вы по серебре ловиски седина радостно встречать тебя с маленьким сыном выйдет на крыльцо любовь и жена ну это я другой стихотворение я имел ввиду уже подзабыл то есть там не что же на тебе да нет не это я не ввиду то есть у каждой профессии есть свой запах если шофер бензин если пекарь то понятно он хлебом его руки пахнут если шахтер углем слесарь там понятно машин дрессировщик от меня к маме зайду вот от тебя псиной воняет все это вот если любишь это делать вот а от лодыря какой запах исходит славой там у нас в храме есть картинка ты подойди и жизнь трудолюбивого человека и жизнь лодыря и там по кругу такие картинки нарисованы вот почитай где потом трудолюбивый оказывается и где лодырь и убойся прямо как зайдешь справа с правой да возле зеркала возле зеркала да ну и с правой стороны да и зеркало справа и там за зеркалом сразу вот изучи и не ленись надо себя принуждать не лениться и делать все быстро жить нужно азартно быстро чтобы как можно больше добрых дел сделать успеть расправил крылышки и полетел да а ты встал скорчился брови вниз опустил и пополз на бровях поднимать дворники падают ну и что нужно сделать чтобы войти в царство и божие то какой труд нужно совершить ну целеустремленный труд по изучению слова божия ну вот книжники изучали изучали христос пришел они не узнали предали на распятие ну что толку подтверждать делами то что в Библии да а в чем Христос обличал говорит фарисеи книжники лицемеры но он говорит все что они говорят вам чему они вас учат они учили вы это делайте губами устами своими чтут меня сердцем далеки от меня вот молодец вспомнил это местописание вы говорит по делам же то что они говорят вам делайте то есть если говорят они вам десятину платить платите по делам же их не поступайте ибо они говорят но не делают то есть учат десятину там платить а сами не платят учат не воровать сами воруют учат не блудить сами блудят Но делают это в тихушку Чтоб никто не узнал А раз они учителя Там они вот Даже в новозаветной церкви Был такой учитель Что такой грех творил Что такого греха даже у язычников не было Спал с женой отца своего Или там я уж не помню В общем блуд такой Кровосмешение еще было Такой грех Грех кровосмешения Знаешь что это такое? Ты называл Спал с женой Отца своего С близкими родственниками Брат с сестрой когда-то Сын с матерью Дочь с отцом А в новом завете Это не написано Это в ветхом завете Этот грех указан Так что теперь Раз в новом завете нет Можно его творить Да нельзя конечно Новый завет Он ветхого не отменяет Он его усиливает Возвозит на высшую ступень Если в ветхом завете Если в ветхом завете сказано Не убей То в новом сказано Сказано что Гневающийся на брата Ищущийся на человека Убийца Сам корень вскрывает Этого греха Поблагодарим Бога Слава тебе, Боже наш Слава тебе, Христе Боже наш Аминь Аминь Продолжение следует... Продолжение следует...